ребят всем привет снова мы с вами вместе давайте я начну наверное сразу же с вопросов и с информации пока присоединяются ребята во первых с вопросов по по ретритам завтра у нас стартует в сочи ретрит чему я конечно рада то есть для меня ретрит это всегда что-то новое но это не просто новое а я тут видела наверное себя в другой роли в другом качестве самой себя если раньше я приезжала на ретрит и я понимала что будет ретрит именно такой какая есть группа конечно же они к одному ретриту не готовлюсь никогда она в любом случае идет все в потоке но который был вот сейчас москве и я понимаю что ребята задают все глубже и глубже вопросы такие вопросы которые уже выходят за пределы этой этой земли за пределы земли за пределы этих знаний каких-то повседневных уже ближе галактическим размерам это это факт и здесь на ретрите я на том ретрите я поняла приняла и осознала себя в новом качестве то есть я уже не один раз говорила что у меня я как я живу в поле знаний то есть у меня нет во мне этих знаний но если вы меня о чем-то спросите то я любую информацию скажу неважно касается она вас либо касается того что для вас нужно то есть не для социума не для того чтобы там кто выиграет в гонках там еще что-нибудь нет не про это а именно для вас если вы можете спросить любую информацию касаемо на ретритах да ребята спрашивают любую информацию касаемо там планет касаемо там еще чего-то и эту информацию им даю потому что я понимаю что это им нужно для нахождения себя нахождение в себя в глобальном смысле не просто я осознал кто я есть и вот я здесь и сейчас у меня все будет хорошо я не буду обращать внимание там что погода мне испортила день то есть нет это уже про более глубинные моменты и тут я понимаю что я наверно как себя интерпретировала уже вот совсем недавно думаю что будет здесь вы что будет на этом ретрите и я познаю все все эти знания я познаю вместе с вами то есть я как джин джина пока лампу не потрешь пока несколько не спросишь желание он же ничего не сделает он же для себя желания никакие не делает и я себя ощутила вот как как будто бы как в роли джина то есть я сама себе эти вопросы не задаю у меня нет надобности в этих вопросах я что-то там ковыряюсь где-то какие-то моменты нахожу это не без этого то есть мне в любом случае нужно чем-то заниматься но а такой глобализации которую мне сейчас задают ребята я туда не залезала не залезала не потому что не хочется не залезала не потому что нет знаний знания не везде вокруг нас они залезала просто потому что просто потому что это факт и когда сейчас ребята это спрашивают я понимаю что когда они спрашивают и я начинаю рассказывать это это все выстраивается как как фильм я это все начинаю видеть это так увлекательно становится это действительно интересно это интересно не только для ребят по их естественно отзывам обратной связи это интересно для меня и те знания которые сейчас я получаю они конечно не сравнятся даже с теми знаниями которые я получала еще например там несколько месяцев назад настолько это все быстро раскручивается настолько это глобально настолько это обширно что наверное даже я сейчас жду этих ретритов не меньше чем ребята чтобы раскрыть еще больше пространство еще глубже зайти в эти знания это конечно же вообще здорово ну и опять ребята которые в клубе то есть естественно завтра до также где-то до восьми часов вечера вы можете проверить свои оплаты и ребята которые есть в клубе они точно также будут три полноценные три полноценных дня которые у нас не знакомство и не окончание там подведение итога а три дня они будут присутствовать у нас на ретрите сколько там выдерживать телефон там час час двадцать чтобы поучаствовать чтобы увидеть хотя бы кусочек того что там происходит и как мне писали ребята по отзывам писали в личку что в те вопросы которые мы разбирали на ретрите они смогли увидев этот эфир разобраться своей жизни это конечно же было здорово это для меня тоже такой большой показатель что это все нужно это все не зря вот и еще раз повторюсь что если кто-то выходит из клуба либо я удаляю по каким-либо причинам по неоплате ну как правило по неоплате то повторно вы туда уже зайти не сможете то есть там будет сейчас вот эти вот закончится закончится и ретрит потом мы поедем на глубинную проработку фоно красную поляну там будет там будет у ребят эфир тоже который только которые в клубе состоят его не выведем в прямой эфир в открытый доступ он будет только у тех ребят которые состоят в клубе и когда это все закончится конечно же я уже обратно пойду в буду разбирать те вопросы которые я не могу вынести на открытые тиры и вот это вот когда мне спрашивают что в клубе вот это в клубе у нас идет то есть там есть те эфиры которых нет нигде вот точно так же как и новый год новый год точно мы тоже будем транслировать новый год ребят если кто-то хочет присоединиться к нам встречать новый год совместно с детьми и семьями с мужьями с женами то будем только рады но мы там берем только ограниченный круг то есть мы мы много народу что не собираем там по моему только один раз делали какую-то плашку с презентации с такой с мини презентации скидывали вот если интересно то пишите всю информацию дадим но там у нас будет приглашенных по моему там не больше не больше десяти человек вот так вот мы решили потому что нас там самих нас там человек 10 будет с детьми моя любимая команда мои друзья мои самые близкие и вы кто 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 успеет туда присоединиться потому что там мы не будем делать большое там именно такое должно быть закрытое поле потому что там будет определенная практика вхождения в новой энергии это мы не делали не на ретрите нигде эту практику можно сделать только один раз в год когда скапливается определенная определенный энергетический пол вот это то что касаемо ретрита то что касаемо нового года и точно также вопросы мне задают по по марафонам ребят марафоны они будут но они будут после того как наберется определенное количество 100 человек набирается делаем марафон про денежный денежный марафон деньги это просто 100 человек набирается делаем про на фит про на фит это какая мышца какое сухожилие отвечает за определенную определенное выстраиванием определенную композицию вашего мира что вы можете принять что вы не можете как это прочувствовать как работать с определенной мышцы какие упражнения делать для чего эта мышца дает на что дает акцент куда вы не можете посмотреть почему что вам нужно сделать то есть все будет касаться физического тела ну и конечно же после нового года мы запустим такой на мини марафон мини марафон но это даже не марафон бута такой чтобы посмотрели о чем там будет речь переход на иное питание вот и переход на иное питание и мы будем проводить я так полагаю что это будет наверно чтобы посмотрели это будет закрытом клубе скорее всего этот марафон уже будет основной будет закрытом клубе для ребят которые у меня там, потому что я уже понимаю, что они готовы переходить на иной тип питания. Вот. Я не знаю. Ребят, администраторы, если я что-то забыла, напишите мне, пожалуйста, я прочитаю и озвучу. Всем привет, всем привет, 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 привет. Так, и чтобы мы с вами обсудить. Обсудить я с вами, знаете, еще что хотела? Такую тему. Пока вся пишется, вся, здорово. Которую я... Которую мы раскрыли, наверное, частично. Жадность, жадность. Давайте жадность мы все-таки, наверное, раскроем. Это будет 11 числа, послезавтра будет эфир. Он будет транслироваться и, конечно же, на моем канале, и на канале Project Bravo, по-моему, если я не ошибаюсь. У нас уже выставлено, да, где он будет проходить. Скромность – это жадность, меняю судьбы. Я как раз вам расскажу, почему, откуда такие пафосные слова, как они, с чего они вообще появились в моей жизни на сегодняшний день. Вот. А сегодня я бы, знаете, о чем хотела? Так мини-зацепочку скинуть вам, чтобы вы заглянули в свою жизнь. Может быть, это такой немножечко женский получится эфир. Процестит. Сейчас это... А, еще не делали баннер, сказали. Все, тогда баннер сделают. Сегодня-завтра, и вы как раз увидите, где будет проходить эфир про жадность. Но на моем канале он будет в любом случае, можете присоединяться. Он будет в 22 часа московского времени. Цистит. Сейчас как раз у нас идет такая осень. Мы живем все в разных регионах, с разным климатом. И у меня сейчас несколько человек, прям, наверное, в течение... В течение очень короткого времени, девочки обратились вот с такой проблемой, как цистит. Ну и, конечно же, этот цистит, это, как правило, уже такое... У некоторых там 4 года, у некоторых 7 лет, у некоторых там только, ну, где-то год. Но это в любом случае про то, что люди уже работали с этим... с этой проблемой, с этим недугом. И в любом случае он у них остался. Но остался, как вы понимаете, это же не от того, что вы простыли, да? Пожалуйста, мы купаемся и летом, и зимой, море, в проруби. Здесь просто нет проруби в Сочи. В проруби в Москву вот мы ездили с огромным удовольствием. Конечно же, купались в уличном бассейне. Там температура воды была 8 градусов. И ни у кого не было цистита. Но еще раз повторюсь, цистит — это все же не физическое заболевание. Я имею в виду, что это не охлаждение тела. И если мы берем психосоматику, которую вы знаете, что я к ней отношусь, ну, так, к психосоматике, то есть она, безусловно, нужна на определенном этапе. Если она вам помогает, я ни в коем случае не обесцениваю. Но я все-таки люблю заглянуть немножечко поглубже, немножечко подальше, чтобы вы могли прочувствовать свою жизнь, как она на вас действует. Не как она ложится именно психосоматически. Вот эти вот образные показатели, то есть цистит — это что-то связано с женским. Давайте заглянем глубже немножко. И вам такое вот будет для проработок себя. Если потом появятся вопросы, я эту тему с удовольствием, конечно же, раскрою. Но что такое цистит? Цистит давайте мы все-таки сравним с песком. И посмотрите на цистит со стороны. Это женский взгляд между собой и свекровью. Между вашей мамой и ее свекровью. Это та ситуация, которая идет между двумя женщинами. Двумя женщинами в одном поколении. То есть, например, вы и свекровь, либо ваша мама и свекровь. Но это не вы и ваша мама. Свою маму сюда, к циститу, не приплетайте. Это всегда та женщина, которая идет с другой стороны. И цистит это как раз не то, что вы прорабатываете какую-то программу. Вы принимаете, либо не принимаете этого человека. Это всегда про то, что вы начинаете ломать себя. И как вы начинаете настолько жестко ломать себя. Чаще вы всегда осознаете. Вы, может быть, не хотите себе признаться в этом, обманывая, что я вот такая добрая, все признала, я там еще что-то. Но это стоит только копнуть, вы поймете, где это зарыто. И вы как камень, вы настолько сжимаетесь внутри, что вы как камень, как будто проворачиваете камень до песка. То есть, вы настолько сжаты, что этот песок идет через женское выпускание, потому что вы уже не справляетесь с этим. И это всегда идет там, где есть вторая женщина. Вторая женщина, и вы не можете тотально любить мужчину, который стоит между вами. Вы не можете принять мужчину как мужское начало. Вы не можете встать за мужчиной. Вы тянете на себе эту лямку. Бежите вперед паровоза, позволяя иногда, в некоторых случаях, позволяя этому мужчине, вашему мужчине, быть главным. Не признавая его главным, а позволяя ему быть главным. Это абсолютно разные вещи. И когда вы настолько сжимаете свое женское, настолько не принимаете любовь мужчине, не принимаете его любовь к другой женщине, не принимаете любовь той женщине к своему сыну, не принимаете ту любовь к себе. И то есть, тут можно с разных сторон это раскручивать, но факт остается один. То есть, цистит – это всегда смотрите на себя, и смотрите на себя в связке с женщиной, которая пришла через мужской пол. Но все остальное, процестит – это, наверное, нужно будет индивидуально разбирать. Но если, ребята, у вас есть вопросы, приветик, то пишите. Я знаю, что на ютубе немножечко с опозданием идут вопросы, вот, но давайте задавайте вопросы, я тогда раскрою эту тему по вашим вопросам. Либо, если хотите что-то еще раскрыть, то я, конечно же, с удовольствием ее раскрою. Сейчас я еще почитаю вопросы по в Телеграме, которые мне написали. Так, про напоминание про список анализов. Да, ребят, я помню просто столько всего. Я что-то как-то немножечко углубилась в книгу. Хочется ее максимально быстро дописать, чтобы начать вторую, потому что есть уже осознание, что будет в третьей. И сейчас у меня еще несколько проектов на… Ну, пока я про них говорить не буду, потом вам обязательно расскажу это. Вот, про анализы я помню, анализы я, список анализов. Давайте постараюсь сделать завтра. То есть, пока я буду в пути в наш ретрит-центр. Я как раз в машине составлю этот список анализов и выложу их в чаты. Так, по анализам. Так. Тут у меня вопрос такой. Вы проводили эфир, написали их, что они автономы, но по факту они на жидком питании. Давайте разберем… Быстренько я оглашу, открою эту тему. У нас, у некоторых людей разное понимание, что такое автономия, что такое праноедение, что такое неедение, что такое облегченное питание. Я еще раз повторюсь, да, что это не первоначально, это не первостепенно. В любом случае нужно обращать внимание на осознание, куда вы идете. И вот, когда вы доходите до определенной стадии себя, у вас идет четкое понимание, что нужно вашему телу на каждом этапе. То есть на определенном этапе вы понимаете, что когда в вас входит вот это знание, когда вы начнете чувствовать эти знания, они очень плотные. Они настолько плотные, что ваше тело требует прокачки определенной, на каждом этапе разной прокачки. И в определенных этапах просто не справляется, ни тело не справляется, ни ваше сознание не справляется. И нужно заземление. Заземление, одно из заземлений, которое вы будете использовать позже, это походить по земле, по снегу, по траве, абсолютно неважно. Все, что будет заземлять, связываться с землей. Но есть моменты, когда вы еще не можете это принять, не можете это принять, потому что и физически тело не позволяет впустить такие вибрации. Оно просто вас разрывает, оно может убить вас. Как бы это ни было печально, но люди, которые... Просто нет этой статистики, потому что ее сделать практически невозможно. Как ты поймешь, что ты пробудился или просветлился? Вы знаете, я эти понятия путаю, я их не люблю. В общем, скажем так, когда вы начинаете видеть иной мир, иные знания, не всегда справляется физическое тело. И очень часто люди, когда входят в это состояние, они в течение 24 часов, в течение 48 часов, они умирают от инфаркта, от инсульта, от еще каких-то моментов, от каких-то заболеваний, которых не могли ранее диагностировать. Это как раз, когда тело не выдерживает. И такое оно действительно бывает. Это не сказки, это факт, тот, который есть. И именно поэтому на определенных этапах, когда люди начинают получать эту информацию, им нужно заземление. Как, например, сказал Гастон, что ему нужно, чтобы быть в этом кругу, чтобы он мог общаться с людьми, потому что он очень сильно отлетает. Я его прекрасно понимаю, я знаю, что это такое, и я за это очень благодарна своим близким, своим друзьям, которые меня иногда прям так за ноги и обратно притягивают. Да, действительно, бывают эти отлетания, они прям глобальные. Вот. И кто-то выбирает вот такой способ, как, например, он выбирает что-нибудь попить, 100 миллилитров выпить чего-то. Вот. Как, например, Николас, он говорил, что ему комфортно быть на жидком питании. То есть на обычном легком питании. Это не на варистые какие-то борщи, да, размолотые в блендере, а именно это какие-то травы, это какие-то кофейные... Ну, не забывайте, что кофейные напитки, продаваемые, например, в магазине, и которые на плантациях делают, да, у них абсолютно... Это абсолютно два разных напитка. Я не пробовала, потому что я изначально не любила кофе. Вот. Но я знаю это, я слышала ребят, которые говорили, что, например, от обычного кофе, который можно в магазине купить, там, или в каких-нибудь великолепных кофейнях, например, там, нашей страны, или еще какой-то там, что у них начинает после сухих дня просто сердце вываливаться. Но когда они были в определенных местах, где это все собиралось, это все при них обжаривалось, и это все заваривалось, то там, говорит, просто неимоверно божественные импульсы идут по всему телу. И это абсолютно не связано ни с какой, ни с тахикардией, ни с чем. Это другие восприятия этого напитка. Вот. Поэтому все под одну гребенку мы с вами в любом случае не можем подгребать, да. Если человеку так удобно, если ему удобно так общаться с людьми, то это действительно есть такое. Есть такое, когда люди находятся на жидком питании, чтобы не уйти из этого мира, чтобы не уйти из этого социума. Как я уже говорила неоднократно, что если бы у меня не было детей, которые держат меня в этом социуме, я бы, наверное, уже, ну, как минимум год, меня бы здесь вообще бы не было. Я бы сидела бы на какой-нибудь горе, и мне бы было по-другому, так скажем, по-иному. Вот. Но меня бы в этом социуме не было. Видимо, я тоже тут затормаживаюсь вот таким способом, таким путем. Поэтому, когда мы говорим, я вообще не люблю слово автономия, то есть для меня автономия – это автономный человек. Что такое автономный человек? Который не зависит ни от чего, но и от которого не зависит ничего. Зачем ты тогда? Если от тебя ничего не зависит, если ты ни от чего не зависишь, то это как воздушный шарик надул и отпустил, и все забыли про него, и он про всех забыл. Это что-то такое никчемное, но это мое представление. Поэтому, когда я говорю об этом, это слово, то, наверное, только лишь для того, чтобы большинство вообще начали понимать, о чем пойдет речь. Но не то, что я понимаю. Есть стадия неедения, когда человек не ест. Есть стадия праноедения. Это когда человек уже в тотальном контакте с праной, с эфиром. Точно, даже сын чихнул. С пространством, в котором он находится. И это уже другие чувствования. Потому что, когда ты находишься на пране, следующий этап, когда ты можешь глубоко и широко вдыхать и продыхать всем своим телом. Что такое продыхать всем своим телом? Когда через тебя проходит эта прана. Не нужно дышать ртом, не нужно дышать носом. Ты дышишь самым большим органом, который у тебя есть. Ты дышишь всей кожей. Конечно, в этих моментах хочется максимально всегда быть открытым. Максимально ходить там зима, лето, неважно, в каких-нибудь маечках, в чем-то в легком. Потому что ты понимаешь, что ты уже легкие, у тебя отключаются. Они становятся, как изначально природой было придумано, как сигналом СОС. То есть вот эти вот маленькие легкие, это же не для того, чтобы вот эта вся машина насыщалась кислородом. Это для... Когда мы переходим в другие плотности, давайте я не побоюсь этого слова, на другие планеты, да? Когда там идет качество воздуха, качество эфира, абсолютно другое, абсолютно другой плотности, они перерабатывают позволяя нашим порам адаптироваться. И вот это вот как раз это СОС, которым мы пользуемся постоянно, который мы доводим до такого состояния, что через какое-то время они уже больше не могут работать. По крайней мере, это у меня так было, да? Вы все прекрасно знаете мою историю. Я точно пользовалась не там, где нужно было, но, возможно, благодаря своему великолепному заболеванию, которому я чрезмерно благодарна, я пришла к тому, что действительно... Он меня толкало к тому, что действительно нужно абсолютно другим поглощать этот воздух, этот насыщенный, прекрасный и вкусный воздух, у которого рецепторы, как раз вкус воздуха, он же не во рту определяется. Он определяется телом, когда ты наполняешься этой праной, когда ты наполняешься этим воздухом каждым моментом, потому что в темное время суток он более плотный. Утренний воздух, он имеет другую субстанцию, он более такой влажный, он более звенящий. И когда ты наполняешься, каждый момент времени, когда ты наполняешься этим воздухом, вот этот вкус, ты чувствуешь его всем собой. Чтобы было понятнее, наверное, так грубо скажу, что как настроение, как будто у тебя настроение меняется, но это не настроение, это глубже. То есть каждый час в сутках ты кушаешь по-иному. И это самая великолепная еда, которая может быть. Она не сравнится ни с какими котлетками, ни с какой пюрешкой домашней, ни с какими булочками. Это настолько ты понимаешь, что ты только тогда начинаешь жить, настолько ты осознаешь, что вот это и есть, когда ты идешь в потоке. Не когда ты принимаешь какие-то знания, после этого, да, ой, я так устал, пойду-ка я чайком запью, прогоню все это. Нет, это не про это. Это когда ты понимаешь вкус каждой минуты, вкус каждого осознания, который проходит через тебя, который в тебе не останавливается, чтобы стухнуть там или зажать себе, чтобы у тебя эти знания не вышли. А когда ты и есть эти знания, когда ты и есть вкус каждого момента, когда ты и есть все это пространство, и это уже про другое. Я не помню, с чего я начала. Сейчас посмотрю вопросы. Есть ли они? О! Так, Светочка, благодарю за раскрытие женских тем. У меня вопрос про женственность. Как почувствовать, когда с этим, как прочувствовать, когда с этим проблема? И что делать с этим? Мне кажется, что моя мужская часть в несколько раз больше, чем женская. Ну, в тебе женская часть, она настолько большая, насколько она тебе нужна на сегодняшний день. А мужская, это не мужские энергии в тебе играют, это мужской менталитет, мужской социум, потому что у тебя была изначальная ситуация, не одна ситуация, конечно же. Это было на протяжении нескольких лет, когда ты принимала тот аспект, что тебе нужно это делать, что тебе нужно брать на себя мужские функции. Но мы очень часто путаем мужские функции и мужскую энергию. И бывает такое, что мы заигрываемся в мужских функциях, примеряя на себя мужскую энергию, как одежду. Отбросьте, какую бы работу вы ни делали, да, вы можете быть даже грузчиком, но это всего лишь, это всего лишь действие, которое никак не может коснуться вашей женственности. И когда вы это осознаёте, то любое делание, оно становится просто деланием, в том числе для поддержания вашей женственности. Просто это осознавайте, просто идите в это, просто принимайте это. Полюбите себя в любом качестве. Когда вы махаете лопатой, когда вы ходите на каблучках, когда вы ругаетесь, это вы в тот момент, вы такая стопроцентная. И чем больше вы будете себя принимать, тем больше вы будете чувствовать, а кто такая я, а что мне нравится, а в чём мне комфортно, а как мне комфортно разговаривать, а как мне комфортно сидеть, а как мне комфортно с кем-то общаться, в чём мне комфортно ходить, где мне комфортно жить. И чем больше вы будете менять свои стереотипы, ломать, я бы даже сказала, не из позиции, что мне это надо, потому что у меня здесь и это, и это, и это, а из позиции того, что вы будете понимать, что для вас. Я не говорю сразу же поменять работу, переехать в другое место, но если вы будете понимать, где вам хорошо, с кем вам хорошо, и почему вы остаётесь на том месте, где вам нехорошо, первое — это осознание. Когда вы осознаёте, вы уже тогда для себя начинаете решать. Хорошо, мне здесь некомфортно по таким-то причинам, но я здесь остаюсь потому-то, потому-то. Когда вы это осознаёте, следующий этап у вас будет. А что мне сделать, чтобы быть в комфорте и там, и там? Это уже другие моменты, когда вы можете уже себя начинать принимать новость в тех моментах, где вам уже нравится, и в тех моментах, где вам не нравится. И так раскрывается в том числе и ваша женственность. Она у вас никуда не ушла, вам в её природах меньше не выдали. Она у вас есть изначально априори. А если представить, что социума нет, то что мы должны на земле делать? Вот вы сказали, что сидели бы на горе. А что бы вы там делали? Что вообще мы целыми днями должны делать? Но, во-первых, представить, что социума нет — это, знаете, опять же, поиграть в игры. Но он же есть. Зачем вы будете играть в ту игру, которая не существует? Ведь социум есть. Что вам нужно делать? То, что вы можете делать лучше всего. То, что вам нравится. От чего вы чувствуете удовлетворение? От чего вы чувствуете улыбку на своём лице? Когда вы видите, что другим приятно. Вот это вам и нужно делать. Я знаю, что я могу, например, писать картины, но мне это не хочется. Зачем это делать? Просто потому, что у меня это получается? Нет, это не про это. Например, мне нравится подметать улицы, но у меня не получается очень хорошо. Но мне это нравится. Значит, я научусь, значит, я это буду делать. Потому что мне от этого хорошо. А что бы я делала на горе? Знаете, это ведь не объяснить. Пока вы не побудете в этом состоянии, это не объяснить. Это то же самое, что первокласснику начать объяснять программу 11 класса. Вы можете сказать это своими словами, но он же не поймёт. Как я вам могу сказать про своё состояние, если вы в нём не были? Сегодня на РЕН-ТВ показывали пранаедов. Конечно, в негативном ключе всё освещалось. Показали Подаровского. Я пришла в ужас от её вида, но просто необъятная. Как же может быть пранаед такой? Ребят, уже не один раз мы с вами говорили, что еда – это неравновес. И каждый человек, который заходит на неедение, это не 40 дней голодовки, это не 2 месяца, а именно я говорю, что образ жизни, вы чётко будете понимать, какое вам нужно тело и для чего. И ваше тело, оно никак не будет связано с едой. Абсолютно. Ваши формы, ваш вес, ваши размеры, они не связаны с едой. Вы можете быть в любом теле, в котором вам будет комфортно на данный момент. И ещё раз повторюсь, что мы были на фестивале, не знаю, фестивале, как он правильно называется, пранаедов, вот в Москве он проходил. И там было достаточно много людей, там были 4 человека, которые не кушали. Ну, образ жизни без еды. И все мы были такие в достаточно плотных телах. То есть на нас не было такого, что на нас посмотришь, скажешь, ну всё, обнять и плакать. Но все остальные, кто балуются с едой, сегодня есть, завтра нет, вот я столько-то на сухих днях. Они многие даже сидеть не могли, им было больно. Они лежали, они перекатывались, потому что на костях сидеть больно. На костях лежать больно. Они боятся выйти в какие-то другие... Говорят, я вот боюсь выходить на сухие дни, потому что я сразу же начинаю, у меня сразу же тело начинает худеть. Так оно и будет. Потому что вы идёте, вы идёте в голод. Вы не идёте туда, о чём вы знаете. Еда или не еда, это всего лишь инструмент. И он никак не связан с весом. Вы можете посмотреть научные исследования. Научные исследования, которые можете, например, углубиться в лимфатическую систему. Можете углубиться, когда учёные, например, причём не одни учёные, и не один век это было, доказано, что когда человек полностью расслабляется, полностью расслабляется, это бывает... Полностью расслабление, это бывает стадия очень редкая. И даже человек, когда умирает, он умирает, и вот эта вот его субстанция, она в сжатом состоянии. В сжатом состоянии, пока определённые моменты с его телом не происходят. Когда его тело полностью... Тело начинает полностью отмирать уже только на третий месяц. На третий месяц при определённых причинах. То есть можно восстановить умершего человека, по-моему, в течение девяти месяцев это точно, и можно запустить обратный процесс регенерации. Но когда людей, как правило, сейчас хоронят, это ещё живое тело. Потому как, если живое тело начинает расслабиться, полностью расслабиться, пожаренько, то оно может, например, там 40 килограмм весить тонну. Тонну. Потому что всё пространство входит в это тело. Мне вам сложно объяснить это. Это есть, вы можете прямо даже, если это интересно, вы можете туда прямо углубиться. Вот вы всё время на поверхности где-то булькаете. Вот. Если не есть, то нужно ходить. Если не это, значит, вы идите туда. Если вас этот вопрос интересует, почему вы не уходите туда? Почему вы не уходите в научные исследования? Почему вы не уходите где-то доказано тем языком, которым будет для вас приемлем? Вы же не верите своим глазам. Зачем это вновь и вновь посмотреть на это? Если для вас нет состыковки, что человек не ест, и он вот каких-то там размеров, неважно каких, и я для кого-то там тоже, мне уже сколько пишут, да сало она там под подушкой ест. Но я же не претендую ни на что. Вы же можете оставаться в своих видениях, в своих мнениях. Но если для вас идет вот эта вот нестыковка, зачем вам спрашивать у кого-то, почему вы не идете в научные исследования? Почему вы не останавливаетесь на бла-бла-бла? Вы же видите людей, которые худеют, которые на голоде сидят. Они будут худеть, они голодают, они измождают свое тело. Как по-другому им быть? Но посмотрите других людей, например, посмотрите людей, которые по каким-то причинам попадают в кому. Если человек попал в кому, и его, например, на глюкозе, на капельницах, на глюкозе, на капельницах его могут держать годами. То есть был случай, что держали, родственники проплачивали там и 10 лет. Разные моменты бывали по каким-то причинам. И когда на глюкозе держит человека, у него тело, какое оно было до какой-то катастрофы, как оно попало в кому, но он теряет максимум. Если он прям совсем толстый-толстый, но он может потерять там сколько-то килограмм. А если он в обычном теле, он в таком теле и остается. Но он же не ест много лет, он даже не двигается. Он мог вообще быть каким-нибудь там сухостойчиком таким, но такого же нет. Разбирайтесь в теле. Я, конечно же, поэтому и делаю вот эти вот все марафоны. И по пронофиту я тоже вам буду говорить, как оно делается, что он делается, чтобы вы понимали, какая жилка, какое сухожилие, какая мышца, за что оно отвечает в нашем теле. Почему вы не хотите углубиться? Всё, что у вас есть, это ваше тело. Больше у вас ничего нет. Почему вы его не исследуете? Почему вы не идёте? Это же самое ценное, что у вас есть. Больше ничего у вас нет. Ни машин, ни квартир, ни яхт, ни кораблей, ни бриллиантов, ни пухов, ни каблуков. Вообще у вас ничего нет. Это миф, в котором вы играете. Пока вы в это играете, вы не придёте к своему телу. Вы на него всё время забиваете, играясь в другую игру, в чужую игру. Вот вам сказали, вот так вот, и вы играетесь. Какая разница, что вам сказали, какая разница, что я говорю. Идите в себя, заглядывайте. Ведь я именно про это и говорю, заглядывайте, не надо никому верить, проверяйте всё на себе. Учитесь своё тело, оно же у вас вечное. но если вы здесь хотите что-то успеть, но будьте ретранслятором через своё тело. Посмотрите, что оно значит. Нужно ли быть ухоженной, или можно быть дикой, или даже с землёй под ногтями? Нет, конечно, нужно быть ухоженной. Но как? Смотри, тебе же... Во-первых, ты в любом случае ещё живёшь в социуме, да? И если тебе не хочется мыться, то почему ты думаешь, что другим... Почему ты думаешь, что другим хочется на тебя на грязную, на потную с землёй под ногтями смотреть? Ты же должна уважать всех, с кем ты живёшь рядом. Это первый момент. Второй момент. Если ты будешь грязная, с засаленной головой, там ещё что-то, твоё тело не сможет дышать. Но не будет оно дышать. Когда вы делаете, закрываете лаком ногти, оно вас не дышит. То есть всегда нужно меру знать. Мне тоже вот пишут, хватит осветляться. Ребят, я не осветляюсь, это волосы у меня так выгорят. У меня такие волосы, они всё время выгорают. Я не делаю химии, у меня... у меня папа был очень кудрявый. Это мои волосы, я ничего не делаю с ними. То есть нужно понимать, что вы... Что значит в вашем понимании критерия ухоженности? Это чистота. Это чистота тела, это чистота души. Не обязательно там краситься тушью каждый день, не обязательно там что-то, не знаю, там помадами, тональным кремом. У меня с косметикой тяжело, ребят, поэтому... Вот как-то так. Но то, что ты должна быть опрятной и чистой, мне кажется, это безусловно. Это же самой приятно. Ведь чистота должна быть не только... Ты же не можешь быть внутри я такая чистая, а снаружи пусть будет все естественно. Естественно в чем? Ты же уже живешь в этих... в газах, которые от машин идут. Ты уже живешь в неестественных условиях. В естественных условиях это даже без одежды. Вот это естественный слой. Куда ты пойдешь голод? Тебя через два часа максимум, через два часа в психушку заберут, и все. И ты там будешь в очень естественном... ...круге людей. Всем привет. Свет, подскажи, пожалуйста, на Красной Поляне Матрица не так жестко действует, чем в Москве, например. Ребят, Красная Поляна, там горы. Туда волна не дойдет. Но... Но это прямо настолько будет легко, что вы ее можете просто ощутить. Так, мне пишут закругляться потихонечку. Сейчас вот доотвечаю на эти вопросы и буду закругляться. Да, ребят, уже следующее у меня там мероприятие. Так, ну, кого-то тоже тут пишут, что там набрал 3 килограмм в тренажерном зале. Макс Космос. Не знаю, ребят. Давайте то, что не знаю. Я знаю, что можно свою форму сделать такой, какая вам нужна. С какой вам комфортно. Это абсолютно точно. В тренажерном зале за месяц силой мысли. Так в тренажерном зале или силой мысли? Или в тренажерный зал пришел, сел и силой мысли? Может быть, я не пробовала так. Не буду говорить. Ни пухов, ни каблуков. Рыдать буду. Правда, Света. Это от счастья. Спасибо большое. Спасибо вам, ребят. Спасибо, что были со мной. Пишите вопросы, которые интересуют. Я все читаю, не все успеваю отвечать. И еще, ребят, у меня есть такое, что очень много приходит сообщений, и я, бывает, открою сообщение, чтобы ответить. И меня, например, кто-то отвлек, и все, я это сообщение уже никогда не увижу. То есть оно у меня улетит куда-то вниз, а так как оно уже как бы в прочитанных, то я его подавно не увижу. Если у вас какая-то важная, важный вопрос, там еще что-то, задайте его либо Галине, либо, если прямо очень важно, либо Андрею, либо напишите мне еще раз. Если я не отвечаю на какой-то важный вопрос, он просто у меня ушел вниз. Либо я его открыла, чтобы ответить, и все. Вот поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы. Мне очень приятно, что у вас есть вопросы, что вы интересуетесь. И, конечно же, жду вас завтра на перезагрузке, на глобальной перезагрузке, на ретрите. Кто не присоединился, у вас еще, конечно же, есть время присоединиться. И в закрытом клубе будет послезавтра эфир с ретрита. И еще будет на канале по теме.